1 2 3 проверка связи здравствуйте ребята здравствуйте друзья своя игра по вселенной diablo 2 и не только там будет что-то еще вокруг да около но в основном конечно же наша любимая оригинальная diablo 2 народ потихонечку собирается участники уже в сборе почти все отряд не заметил потери бойца один человек буквально у нас куда-то подевался скорее всего он спит отдыхает но ничего страшного у нас есть сегодня с кем поиграть с кем поболтать с кем пообщаться трое участников я как вы понимаете на ведущем и мы плавно плавно начинаем начинаем ребята всем здорово всем привет чатик задержку я забыл поставить чате но ничего страшного будем надеяться что наши участники будут добросовестно отвечать на вопросы и не подглядывать ну а вы конечно же можете что-то там печатать и отвечать тоже вместе с нами на вопросы этой замечательной викторины которая была придумана мной буквально за пару дней ну вопросики разные в общем сейчас на них мы и поглядим бам бам серёга кстати большое спасибо за подписку да всем привет всем здорово ну что начнем с представления наших участников участники здесь подать хоть голосок что ли 1 1 1 1 1 1 есть еще привет так еще один есть и он здесь тоже все трое здесь молодой где-то спит отдыхает и без него собственно и начнем вот молодой за спидрунил за спидрунил что-то за спидрунился видимо совсем поздно лег и видимо спит до сих пор вот такая история ну что я начну представлять наших замечательных участников участник под номером 1 никто никогда не видел его лица это человек загадка это человек нефтегаз это человек нинтендо человек который может застримить самую неведомую доисторическую игру кохи дэнди поаплодируем давайте ребятки за для своих просто миша да вот он да участник под номером 2 к венчик между прочим хоть и бывший но как мы знаем бывших к венчиков не бывает такой тамада программист насколько я знаю да да вот человек который уже последние 16 лет собирает холи грейл но все так и не соберет скрафтик скрафтик да давайте поаплодируем ну и на на сладенькая на сладенькая наш русско-американа японский актер фотомодель оратор иногда модератор персонаж с кучей невероятных историй которые может услышать на его стримах миша лорды с айс вот здесь с нами ю чё так тухло блять аплодируйте никого больше нету ну вот да ура все здесь все здесь кроме одного человека ну подойдет так подойдет а нет так нет ладно мы плавно начинаем ребятки все уже зашли в игру перед вами картинка трое участников я на ведущем я нажимаю кнопку готов вы тоже нажимаете кнопочку готов и мы в принципе готовы начать управление полностью моих руках я буду прощелкивать все дела там раунды не раунды вот 60 вопросов сегодня мы разыграем они разбиты ровно на два раунда по 30 в каждом всего у нас будет 12 тем по 5 вопросов на каждую тему соответственно большинство вопросов конечно же связано с оригинальной diablo 2 lord of destruction 1.13 либо 1.14 версии что в принципе для нас одно и то же ну насчет около дэдвошных вопросов вы поймете по названию категории обязательно обращайте внимание на название категории первый раунд у нас такой пристрелочный вопросы по 100-500 очков во втором цена вопросов уже в два раза выше будет поэтому там-то как раз уже и покажете свой скилл по полной вот ну правило я думаю все примерно и так знают я читаю вопрос который вы выбрали нажимаю самостоятельно кнопку и вы видите анимацию когда будет исчезать рамка вокруг табло с вопросом в течение пяти секунд и вот в это время пока она исчезает вы должны нажать свою красную кнопку вот если знаете конечно ответ вот но если дернулись чуть раньше я как чем я дочитал вопросы нажали кнопку то вы просто потом не сможете ее нажать я все-таки файл старт поставил чтобы кнопочку так сказать не теребили лишний раз вот в принципе все мы начинаем поехали музыки нету оформления нету поэтому да вот так будет правило икны установлен оформляем это да диабло викторина автор пакета иван браун очень приятно да мы кстати ждем рубрику знаешь какие можем мы уже сейчас общались так что обязательно быть рубрика руны за 300 ну что полетели темы такие вот темки сегодня это сумме на два раунда 1 раунд поехали ребята первый раунд автор игры это собственно человек который вообще придумал все это это как бы никак с нами он не связан поэтому так мы его мы его скипаем категория где боссы актовые не только что за скилл pd2 уники зеленка старые патчи сначала я выбираю кто из вас выбирает скажем так если кто-то сейчас изъявит какое-то большое желание начать пожалуйста нет таких хорошо скрафтик ты первый так вот старые патчи выберу там будет 109 какая-нибудь каханыч там все знает так вообще так уники зеленка за 300 так а кто же макать то должен я да ты жал должен жмакать но я жмякал и ничего не жмякать да вот все уники зеленка за 300 в красавчик поехали я уже 10 лет бегаю на пиндла но так и не видел тире льзмайт арахнит и азуру в чем может быть дело опа они там не падают по подробнее пожалуйста почему потому что трэжер класс недостающий вот это уже вот это уже верный ответ нужен 87 трэжер ну кстати кстати неверный ответ потому что quality level quality level не трэжер класс хорошо это у нас разогревочный мы в принципе засчитаем ты перепутал quality level и трэжер класс трэжер класса у него 87 самое главное что они там не падают нет самое главное то что quality level ладно окей нужен 87 level у пиндла 86 немножко не хватает окей едем дальше едем дальше с крафтика ответил в принципе в принципе правильно но продолжаешь тогда выбирать категорию так так ну давайте типа сейчас на хайпе же пд 2 давай давай пд 2 давай легкую пд 2 за 100 пд 2 за соточку поехали кто бы мог подумать что именно эти ботинки когда-нибудь станут самыми востребованными для похода на диабло клона я думаю что это я кстати возможно ошибусь так что я это играл только первую неделю наверное это inferno stride там потому что очень много по моему ответ неверный дальше еще кто-нибудь миша говорит ход споры ход споры верно браво-браво-браво-браво 15 максимальный фаер рез конечно же конечно же они самые востребованные потому что от фаера бронируются очень сильно сейчас на этом клоне миша выбирай категорию пд 2 200 пд 2 за 200 добавлены плюс 2 скилла много блока мф теперь эта шапка смело может конкурировать с шако так ответ стил шейд верно а верно тем временем то четыре часом к ханыч ты ты-то на не нервничай ты-то отыграешься еще я думаю на каких-нибудь категориях то интересных до до выбирая миш категорию пд 2 300 в первые дни 5 сезона это были самые частые рипы на hell затем бак пофиксили ответ дал все это были которые через пол экрана взрывались верно взрыв кукол прямо на героя от куколок да 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 кабан как раз погиб не только я еще видел много клипов этому очень такой интересный конечно репец нажал выбираем категорию продолжаем ой-ой-ой чё творит недавний патч убрал иммунность три странских у вербоссов к определенным стихиям теперь сопротивления одинаковые и равны именно этому числу слабаки 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 никто не читал никто не читает уже последние патчи кому это нахрен надо до 30 декабря читать патчи что там изменилось я понимаю конечно окей 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 двигаемся дальше кстати кто нас выбирает категорию выбирать категорию опять миша а давайте добиваем давай на бета-тесте это паладинская аура имела стартовый дамаг в два раза выше чем в оригинале однако за несколько часов до начала сезона была урезана аж в четыре раза так holy fire holy fire ой-ой-ой каханыч начал пять сотен сразу тебе пожалуйста почему почему каханыч знает а вы не знаете а товарищи смотрел стримы вот так вот ой-ой-ой красавчик хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе каханыч выбирай категорию ты нажимаешь нажимаешь по любому сейчас старый патч эти уники зеленки за 400 уники зеленка за 400 это база брони единственная в своем роде на которую приходится два уникальных и один сетовый предмет база брони sacred armor sacred armor конечно же браво 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 тирель темплар и что броня бессмертного безмертного или безумного короля да браво далее выбирай уники зеленка за 100 уники зеленка за 100 надев на себя этот сет вы превратитесь вампира так кто у нас самая быстрая рука миша трангл трангл сет все верно транг оула в фаргусе было название такое выбирай категорию а так где 200 где за 200 после убийства андерель открывается портал именно туда название можно по-русски с подвохом так миша как 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 rogue encampment rogue encampment лагерь бродяг лагерь этих самых разбойников разные есть переводы я по-русски тоже знал ну видите какой простой вопрос а он задан так что вы не сориентировались куда ну конечно же в город портал открывается а как город называется конечно мало кто помнит но не проходит вотINA так вот едем дальше категорию выбирает Mhm опять где 400 где за 400 опишите знак гробницы толраше расположенный по центру семи гробниц сюрикен попроще блин окей окей Засчитываем, звезда, ладно Я бы назвал просто звезда Хорошо, солнышко, звезда, как хотите Ужас Скрафтик, выбирай категорию Я чисто хочу забайтить Каханыча Это будут старые патчи за 300 Старые патчи за 300 Перечислите 5 основных героев Классической Диабло 2 Так Некромант, Сорка, Варвар, Паладин, Амазон Некромант Молодец Все верно Все верно Браво Двигаемся дальше, Каханыча, выбирай категорию Давайте Что за скилл спробуем за 300 Что за скилл за 300 Отвечай Я отвечаю Ну, а кто-нибудь Ну, кто друидом играет Я ни разу не играл Миша Фури Фури Фури, Фури Ну, конечно же, Миша должен был ответить Я так и думал На такой-то вопрос Несколько таких, как вы Нет Они отличаются А отличается там какая-то звездочка Ну да, да, да Дальше выбирай категорию, Миша Что за скилл 100 Что за скилл за соточку Ну-ка Ой Собака Я знал Я тоже знал Я тоже, я тоже жал Я думал, кто-то меня перейдил На самом деле Я накосячил И нажал Раньше Чем, короче Все знали Все знали Всем Всем по 100 очков Молодцы В общем, да Все знали Окей Едем дальше Вот просто Это разновидность вопросов такая Что здесь по-другому Чуть нажимать надо Поэтому я сейчас косякнул Немножко в этом моменте Окей Спишем этот вопрос Выбирай, Миша, да Что за скилл 200 Что за скилл 200 Отвечаем Подождите Пойдет анимация И вот тогда, да Вы нажимаете кнопку Так Natural resistance Варварский 30-ый левел Пассивочка Обязательно на единичку Там ее берем Окей Далее Миша опять выбирает категорию Что за скилл 400 Ну-ка Ну-ка Миша Лайфтап Не стыдно? Скрафтик Каханыч Че такой умный? Че такой умный? Я догадался, но я не стал рисковать Нет, ну там крестик Ну лайфтап прям, ну, крестик Жизнь, ну, лечиться Я Ваня и этот вертолет Вы должны запомнить на языке Окей, двигаемся дальше Категория Что за скилл 500 добиваем Опа Ждем анимацию Так Фэнд амазоновский Фэнд амазонковский Скрафтик, ты случайно кнопку не супер рано нажимаешь? Да, наверное Наверное Анимация, вот видите как, здесь устроена не очень удобно Но вот пока анимация не начнется вот этой желтой рамки Не нажимайте кнопку На самом деле я или слишком рано нажимаю Или я просто тупой Окей Окей, едем дальше 600 это уже прям как бы я молодец Да, ну неплохо, неплохо Миша выбирает категорию Да, уходите уники зеленка 200 Уники зеленка за 200 Среди неклассовых Этот сет имеет наибольшее количество предметов Положим сигон Ну конечно же, сигон сет Единственный 6 штук надо аж на нем Конечно Остальные только классовые Всякие там Талраши И Мортал Кинги По 6 имеют Так, как он еще выбирает категорию? Добьем уники зеленка Уники зеленка за 500 Уникальные бутс Сэш Вент Кэп Септер и Лазер Гловз Стоит лишь набрать побольше МФ И этот суперуник Выдает их как с конвейера Так Положим колд кроу Колд кроу Подожди Колд кроу Отвечает Отвечает Скрафтик Да, да, я нажал И поскольку Каханыч Ответ Скрафтик, ответ А у меня был другой просто ответ А, ну значит ты проиграл, извини Отвечай Ну ладно, колд кроу тогда Молодец Блин, я Спасибо, Каханыч Каханыч, обращаю внимание Скрафтик был первый Спасибо, Каханыч Мне просто здесь не совсем понятно Как подсвечется У меня тот желтый треугольник был Я подумал, поэтому Не, желтый треугольник Это, по-моему, кто выбирает категорию именно А вот Вокруг рамка такая светится Это тогда уже Кто первый нажал Окей Едем дальше Каханыч подсказал Ничего страшного Скрафтик хоть чуть-чуть подтянулся Спасибо, спасибо, Каханыч Хоть 1100 Так Выбирай категорию Ну, смотри Окей, теперь я в помощь тебе, Каханыч Я выберу старые патчи за 500 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Шаэ-по-джо Именно такие названия были когда-то у этих трех рум Каханыч Шаэль Так Ио Иджах Совершенно верно Шаэль Ио Иджах Это И, если что Это не Л Не путать слово Окей Неплохо, неплохо. Кстати, руну Ро выбил Каханыч. Патч 1.09. Ну, руна По, да. Как раз-то это была руна. Ой, да. В 1.07 только он играет. Босс актовый. Попробуем. Давай за 300. Поехали. Вот иногда мне нужно жать, иногда не нужно. Левел 87. Трэжер класс. 78. Что за босс? Мефисто, Мефисто. Мефисто, Каханыч. Конечно, наш любимый Мефисто. Каханыч быстрый. Он знает эти вещи. Затыгрываться. Так. Так. Давайте где 300. Где за 300. Halls of Death, Claw Viper Temple, Maggot Lair. Когда друг тебя рашит, без одной из этих лок, пожалуй, можно обойтись. Миша. Хаус of Death. Хаус of Death, конечно. Куб нам не нужен. Куб попадет где-нибудь и в Травинкале. Далее. Где 500? Где за 500? Дайте полное название локации, в которой обитает Каунтесс. Так. Фаготен Тауэр Левел 5. Фаготен Тауэр Левел 5. Миш, а не совсем. Давай-ка еще раз ты попробуешь. Эм... Ну, как говорится... Время, как говорится, истекло. Еще кто-нибудь? Время есть? Кнопочку. Тауэр Сэлэр Левел 5. Ты помнишь, что это... Я помню, что это такое. Подвал башни Левел 5. Тауэр, а как полное название. Ну, почти, Миш, почти. Нормально. Ничего страшного. Немножко в минусы этот вопрос, но ничего страшного. Кстати, немножко. Это что? Это 500? Это 500. Да, это дорогой был вопрос. Ну, сложноватый. Сложноватый. Немножко. Так, опять я, да? Да. Давайте, где 100? Где за соточку? В этой локации обитает супер-уникальный монстр. Рканишу. Миша? Очень быстро. Стоуни Филд. Стоуни Филд, конечно. Ну, простой вопрос за соточку такой. Я стараюсь сразу нажимать, как только я дочитываю вопрос. Сразу нажимаю кнопку, поэтому... Так, босс-актовая не только за 400. Босс-актовый не только за 400. Ровно столько слотов шмота может упасть любого актового босса максимально. Позор вам всем! Блин, это же мало. С балла 7. Либо 6, либо 8. Скрафтник, у тебя что-то с кнопкой там не то или что, я не понимаю. Замените кнопку ему кто-нибудь, блять. Пробел ему кто-нибудь, поменяйте. Или на что ты там жмешь? Да, да, я на... Короче, я буду просто тыкать. Просто тыкай мышкой. Я думаю, с пробелом там какая-то беда может быть. Так, Миша, выбирай категорию. Давайте боссы за 200. Боссы актовые за 200. По пути к этому предателю попадаются змеи с самым неадекватным дамагом в игре. Актовые не только. Ну... Говорил, как только зачитываешь. Не хватак. Правильно. Пацаны, да. Ну, я... Ну, да. Ну, попозже нажал чуть-чуть. Ну, видите же, анимации, блять, нет. Ну, же... Наяривайте. Наяривайте прям по кнопке. Эх вы. Ну, ладно. Ладно. Ну, мои тоже ошибочки есть. Ладно. Не хватак. Окей. Так? Так. Так. Старые патчи 100. Старые патчи за соточку. Этот патч ознаменовал выход дополнения Lord of Destruction. 1.07. 1.07, любимый патч Каханыча. Так. Боссы актовые интереснее. Давайте боссы актовые. Боссы актовые не только за соточку. Фармить этого актового босса огненным билдом одно удовольствие. Сопротивление огню отрицательное. Миша? Андарель. Энди. В Японии интернет лучше. Да. Пинг. У меня пинг 400, да. Ну, кстати, да, Каханыч, ты из всех троих, ты ближе всех ко мне, на самом деле. Ты в Томске, то есть... Один в Москве, Томске, Японии, так что... Давайте боссы 500. Боссы актовые только за 500. Перечислите всех актовых боссов Нормала, которые смогут дропнуть амулет Талраша. Каханыч? Мефисто, Мефисто. Так. Диабло и Бал. Великолепно. Ну, пять сотен залетело как с куста. Молодец. Ну, просто начинай с Мефисто. Угу, угу. Старые патчи? Ну да, остается старые патчи. За 200. Назовите последнюю версию игры, в которой монстры могли кастовать на персонажей Iron Maiden. 1.12. 1.12, верно. Ну, там еще есть буквы, но мы это пренебрегаем. Конечно же, 1.12. О, какой у меня сейчас богатый выбор будет на вопрос. Ух ты, старый патчи. Что же выбрать? Что же выбрать? А я что-то тыкнуть не могу. Тыкнуть не можешь? Угу. Возраст. Помогите, пожалуйста. Сейчас, наверное, паузу нажму, может отожму, может нормально. О, пошло. Все, пошло. Сильнейшее свойство Increase Maximum Life 40% с этой шапки убрали еще в 1.09. Однако и по сей день ее носят практически все. Шако. Шако Харликин Крэс. Да. Каханыч, почему ты не нажал? Ну, это пинки, я жал, я жал. А, ты жал? Я там просто забайтил, да. Я вот когда видел этот вопрос, я прям чувствовал, что Каханыч на него прям рьяно ворвется. Ну да, да. Я не знал. Ну, не успел чуть-чуть. Не успел. Там она еще имбови была, прикинь, 40. 40% лайф, да? Да. Ну что, пацаны, между прочим, тем временем первый раунд пролетел. Вот так вот. Промежуточные результаты, между прочим. Скрафтик. 1900. Миша, который Лорд Эсайз, 2300. А Миша, который Каханыч, 2800. Такие дела. Но все равно это был такой пристрелочный, потому что дальше будет очков еще больше. Поэтому, возможно, вот эти цифры сейчас ничего не значат. Все равно примерно идет на равных. Поэтому двигаемся дальше. Второй раунд. Категории. Сколько в силу кидать? Path of Diablo. 96-й, 2014-й. Нормальские болванки. Картинки. Фаргус. Нормальские болванки. Вообще категория нормальские болванки предполагалась на присутствие еще одного участника, который почему-то, блядь, сейчас спит, раздавив лицо о подушку, скорее всего. Вот, потому что он спидранер, я думаю, с нормальскими болванками, у него разговор поближе, чем у всех остальных. Ну что, кто начнет, кто начнет? Игру начнет с крафтик. Мне вот так вот пишет, представляешь? Я не знаю почему, потому что, наверное, последний отвечал. Так, сколько всего. Это тут все плохо. Все плохо. Фаргус за 200. В категории Фаргус 200 я вам сразу скажу, какая-то фраза на русском языке в переводе Фаргуса, и вы должны сказать, кто ее говорил, либо какой-то персонаж, либо NPC. Поехали. Великолепно. У тебя харадрический посох. Каханыч был первый. Декард Кайн. Декард Кайн. Декард Кайн, конечно же. Ну, во втором акте все это понятно по квестику. Так. Каханыч. Фаргус не плавал. Не плавал, не плавал. Давайте затестим 1996-2014. Давай затестим. Вселенной Диабло, наверное. Давай затестим. События этой игры происходят спустя примерно 20 лет после событий в Диабло 2. Так. Диабло 3? Диабло 3, ну конечно. Ну тут элементарный же вопрос, ребят. Ну что? Может там с подвохом? А вот он и с подвохом и был. Видишь, какой простой? Не-не-не. Диабло Борд Гейм. Грим Доун какой-нибудь, знаете. Не-не-не-не. Там вначале говорили, когда трейлер выходил, я помню. Так, Миша, выбирай. Так, давайте за тысячу. 1996-2014. 1996-2014 за тысячу. После ухода из Blizzard братья Шефферы стали сооснователями компании Rooney Games. И в 2009 свет увидел именно этот мультяшный клон Диабло. Ну же. Миша? Торчлайт. Торчлайт. Не играли. Не играли, небось. Скрафтик Коханыч, не играли. Там гугли. Не слышал, что он ушел, создал игру, но какую не помню. Да. Да. Окей. Next. Так. Давайте за 600. 1996-2014. Так. И в Диабло 2, и в Диабло 1 звучала эта великая композиция, названная в честь города в игре. Кохи был первый. 300. Молодец. Ну, конечно. Ну, а как? Так. Понятно. Давайте. Нормальские болванки 600. Нормальские болваночки за 600. Опа! Назови-ка. Это Chain Glows. Молодец. Как так-то? А Chain Glows? А вот так-то? Так-то. Ну, не вам брейсеры же, а? Ну, естественно. Не, быстрая рука. Быстрая рука. Что-то у Коханыча тоже с кнопкой там. Не, я жму просто. Хотя он лидирует, еще что-то ноет. Нормальский болванки. А вот так вот. Там по-любому будут какие-то арбалесты, знаете. Ну, как бы... Давайте нормальские болванки 200. Ну, за 200-е-то, конечно, ну, как бы будь добр. Ждем анимацию. The Cap. Cap! Просто Cap, конечно же. Ваш, ваш Cap. Cap-очевидность. Так. Погнали, Eagle Orb, короче. Сейчас я сгадаю. Опа. Ну, сейчас ты, конечно, давай. А, вот это интересно. Так, аккуратно. Аккуратненько. Так. Кутлас. Кутлас. А вот тут ты и про... Опа. Так, еще есть время у вас нажать кнопку. Кутлас ширша. Я жму, жму ее. Я жму ее. Миша. Эээ... Скиминарит. Ну, засчитаю. Ну, как бы почти. Вот чуть-чуть и так сказал. Симитар. 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 Да. Кутлас Каханыч, это exceptional. Ты на правильном был пути, но это exceptional версия. А мы говорим нормальские баланки. Обращать внимание на название категории. Я думаю, что это нормальские. Кутлас exceptional. Ну, ятаган. Я, кстати, думал, что он Кутлас. Да. Давай, Миша. Нормальские баланки за 400. Ну-ка! Каханыч. Возвращение может быть неправильное. Это Studed Ladder. Поверим тебе. Нормально. Нормально. Да-да-да. Правильно. Studed Ladder. Так. Добьем, добьем. Да что ж вы прям на нее напали-то? Ну, давай, добьешь он. Давай. Блин, тут два варианта. Так. Они похожи, очень, да. Так, Миша. Вань, вот это либо Large Axe, либо это Broad Axe. А мне не надо либо. Нет, нет, только это. Тогда это Broad Axe. Broad Axe, правильно, Миша. Правильно. 50 на 50, да. Ну вот, то он и за 400 стоит, как бы. С Кутласом, видите, как тяжело было, а? Нормальская болванка. Ну что? Так, картинки 600. Картинки за 600. Назовите рунное слово. Ждем анимацию. Хото. Хото, скрафтик, верно. 3, 40 сразу, две строчки, сразу понятно. Сразу понятно, что это хото. Почему она Low? 30, 30. А по-русски же можно называть там Сердце Дуба? Да, Сердце Дуба, это вообще даже приветствуется, я тебе сразу тысячу очков накину, конечно. Сердце Дуба я никогда не знаю. Выбирай категорию. Фаргус 400, сейчас услышишь. Фаргуса 400. Теперь, когда Андриэль мертва... Кто говорил? Миша? Варив сказал во втором акте, как только мы переходим. Все правильно. Все правильно. Фаргус за 600. Это честь служить тебе. Сложненько. Ну что ж, вы, товарищи, к Фаре подходим. Подходим к Фаре во втором акте. Она постоянно это говорит, постоянно. It's on it to serve you. Да, можете как-то вместе с этим сопоставлять, с оригиналом. Так. Миша? Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так, из-за осады всего становится меньше, кроме дураков. Каханыч? Не хватак. Не хватак, конечно. Картинки за 800. Что это за уник? Та-дам! А базу можно назвать? Ага, вот нет. Сложный вопрос. Миша? Да. Скин оф оф лейт-1. Дам еще попытку. Сложный вопрос. Тогда Центурион? Тогда Центурион, все правильно. Вот я... Я знал... Это вот самый такой неоднозначный вопрос, который я придумал, если честно, из всех. Скин оф оф лейт-1 больше оранжевый. Ну прям, он конкретно, если рядом их поставить, они очень отличаются. Мне казалось, что там еще... Мне казалось, что там еще слова есть, что-то там скин оф, Центурион... Нет, просто Центурион. Все правильно, да. Она красненькая, она темно-красная. В лейт-1 он такой ближе к оранжевому. То есть, если их рядом поставить, то они конкретно отличаются. Но вот так вот с лету, конечно, трудно назвать. Окей. Я, да? Да? Давайте Фаргуса, величайшего. Ой-ой-ой, за тысячу. Если здесь и была магия, то давно испарилась. Миша? Волшебница, сказал. Волшебница, Сорка, заходит Джейл и говорит, так, ну. Если здесь была магия, то сейчас уже долго. Я не могу сейчас. Так. Под за 200. Вот он еще целый под. Большинство хардкорных варваров последнего сезона играли именно через этот билд. Я думаю, Крикун. Крикун, конечно. Браво, браво, браво. Скрафтик поднажмите с Каханычем, поднажмите. Так, что такое, чтобы Миша Япончик не ответил, да? Ага. Все против нас. Картинки за 200. Картинки за 200. Какая из представленных рун самая редкая? Цифра нужна от вас. Каханыч? Три. Третья. Это Лем, естественно. Лемок. Картинки за 400. Назовите хотя бы одно имя данного наемника. Хазад. 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 Братан еще есть. Молодец, молодец. Братан, Хазаде, Алхайзер и так далее. Хазаде, Казадану, братан. О, вот Лизарус. Да, кого только там нет. Я охренел, когда увидел полный список, если честно. Их очень много. А из пятого акта там вообще тьма. Так что из пятого, из первого акта, я думаю, вообще бессмысленно задавать. Так. 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 Так, так. Сколько в силу кидать за 200. Этот герой единственный из всех семи, кто получает АС-4 ХП за один поинт виталке. Ну, скажите. Миша. Барб это. Это барб, это барб. Ну, Миша, Миша на барбе, конечно, знает, знает эти вещи. А как? Так. Сколько в силу? 600. Сколько в силу кидать за 600. Эфирные ведь чем еще хороши? Меньше статов требуют. Только вот забыл. Насколько? Миша? Минус 10. На 10 меньше. На 10 меньше стрэнса и дексты. Браво. Да. Браво. Ну что? Финишная прямая. ПОД 800. ПОД за 800. Какой рунворд в ПОДе позволяет призвать второго медведя? Боже. Миша? Рейн. Рейн. Именно. Не стыдно? В скрафте, Каханыч. Та, я тебе. Это угад. Вообще не стыдно. Если для кого-то проиграть, можно потерять очки и сказать, не знаю, что неправильно. Конечно, можно. У нас такая тактика с Каханыча. Мы ждем, когда Миша будет ошибаться. Так? ПОД за 600. ПОД за 600. Для того, чтобы скилл Смайт не получал бонуса по дамагу от Гриф, главное свойство рунворда поменяли именно так. Миша? Был просто плюс дэмэдж. Так. Стал минимальный, максимальный. Ну, гений. Слушайте, а это же ПД-2 тоже. ПД-2 тоже такая тяга. А, ну и что? Категория ПОД, какая разница? Подходит ведь? Хорошо. Браво. Далее? Так. ПОД за 400. ПОД за 400. Как сейчас называется карта четвертого тира в Path of Diablo? Опа. Карта-то не бегает, Миша. Ха-ха-ха-ха-ха. Ясно? Да. Так? Ну. Сколько в силу? 800. Сколько в силу кидать за 800? 253 силы. Тяжелее база, чем эта, вы не найдете. Каханыч? Сакритермор. Сакритермор. Позор тебе на твою голову. Давай, давай, давай. Пробивай. Пробивай. Ну же. Миша? Тандермаул. Тандермаул. Да, Каханыч. Ну кто, кто? Ну вот тебе этот вопрос предполагался. Вот это, кстати, да. Каханыч должен был знать. Конечно. Далее. Я никогда не находил, поэтому знаю. Под до 1000. Под за 1000. Назовите количество уровней в каждой локации соответственно. Ну, в Path of Diablo. Так? Три. В катакомбах теперь три тоже. То есть, во всех три ты считаешь, да? То есть, нужно... В каждой соответственно. Так, в катакомбах три. Могот лейеры два. На джейле три. Неверно. Ребята? Давайте. Так. Джейл два. Так. Катакомбы три. Моготник, по-моему, два там было. Верно. Верно. Везде на один меньше, чем в оригинале. Вот и вся суть этого вопроса. Так. Так. Картинки за 1000. Картинки за косарь. Что это за уник? Опа. Опа. Мне кажется... Или это Templars Might. Ну, конечно. Ну, нависная. Ну, а кто ж, если не ты-то знает Templars Might и как выглядят? Эфириал. И у меня эфирночка тоже есть. Да, эфирный. Эфирный он был, да. Ну, да. Думал, что какой-нибудь меч там вообще... А-а. Только один даже следовал. Только один. Так. Так. Блин. Ну, давайте 1996-1914. Попытка выпустить Диабло 1 к рождественским праздникам провалилась. Коробки с готовой игрой были отгружены аж 31 декабря этого самого года. Так, Миша. Ты еще 996-й. Молодец. 96-й, 31 декабря. Официальная дата выхода. В Америке. Диабло 1. Так. Ну, давайте добиваем 800. Хе-хе-хе. Платное дополнение к Диабло 3, Reaper of Souls, вышло в апреле 2014 года. Вместе с новым актом добавился и этот герой. Каханыч? Кто? Некромант. Нет? Блин, я хотел тоже. Миша? Крусейдер. Крусейдер, крестоносец, конечно же. Я даже не знал, что Диабло... Некромант вышел в 2017-м примерно, или в 2018-м. Но... Сколько в силу за 400? Так. Отличный рунворд. Жаль, 156 силы требует, если ты, конечно, не паладин. Спирит, 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 Каханыч, ну конечно. Ну что, последний вопрос сегодняшней игры, ребята. Погнали. Зависло все к херам на последнем вопросе. Нажалось, поехали. Друид, сорка, барб, паладин. Перечислите героев в порядке значения силы на первом уровне, от меньшего к большему. Проигрываем рискну. Так. От меньшего к большему. Да. Сорка, друид, паладин, барб. Сорка, друид, паладин, барб. 10, 15, 25 и 30 силы, соответственно. Красава, Каханыч, хорошее окончание нашей игры. Два раунда позади. А позади, значит, и вся игра. Никаких сегодня котов в мешке, никаких супер игр. Просто подводим этот итог. Скрафтик. 5700. Lord's Eyes. 10700. Каханыч, 4000. Ровно. Никто не ушел в минуса. Все примерно все-таки в плюсик выходили. Красота. Миша получает супер-мега-приз невероятнейший випку в моем чате. Вот, как бы это смешно не звучало. Но, кстати, ни у кого ее нету, между прочим. Это единственный человек, у кого будет випка в чате. У Мишеньки. Пацаны, ну... Респект вам. Респект вам. Немного комментариев. Скрафтик. Давай с тебя начнем. Что вообще? Как тебе игра? Как тебе? Что понравилось? Что запомнилось? Смотри, я хотел сказать тебе спасибо большое, Вань. От души. Потому что ты... Ну, по-любому это заняло какое-то количество времени подготовить эти вопросы. Вот. Большое спасибо за организацию. Было очень интересно. Очень прикольно. Познавательно. Вот. Победил самый, получается, главный не ховар страны, а дяблер страны. Еее. Да, спасибо. Спасибо, да. Какой вопрос запомнился? Какой понравился? Короче, вопрос мне понравился больше... Да не помню, блин. Да и хрен с ними, ладно. Миш, а ты что скажешь, который Lord of the Sighs? Так, я начну с конца. Самый лучший вопрос вот мне понравился с башером, где 253 силы. Ага. Всю жизнь хотел его найти. Ни разу не нашел. Вообще. Даже не видел вживую я его. Не видел в гейме никогда. Так что я знал вот то, что я ищу. Окей. Ну да, конечно. Спасибо тебе огромное, Вань, что позвал. Жаль, что молодого не было. Ну да. Так понятно было бы, кто победил. Конечно, молодой бы и всех разорвал там без шансов. Вообще без вариантов. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы такие почаще были бы. С удовольствием. И хотелось бы. Окей, спасибо, спасибо. Каханыч, скажи что-нибудь хоть. Эх, обидненько. Ну ладно. Спасибо большое, что позвал. Было прикольно. Больше всего понравился вопрос про Кутлас. Потный вообще. Потный вопрос. Про Кутлас. Не-не, самая крутая в принципе была рубрика Fargus. Больше всего. Да, забавно. Все еще Манас попозднают. Мне кажется, это тоже прикольно. Только не здесь. Только не здесь. Только не в городе. Ну что. Я тоже хочу сказать большое вам спасибо. Вообще за организацию. Потому что вообще даже на этапе том, когда я вам писал, я просто за 10 минут все дали ответ положительный. И все очень было просто и легко. И собрать вас было тоже очень просто и легко. За это я волновался как бы больше всего. Все, пацаны. Я вместе с этим прощанием офаю также и стримчик. Большое спасибо чатику, который нас сегодня смотрел. Я эту запись, естественно, оставляю. Вырежу, выложу на YouTube. Это войдет в историю, черт возьми. Все. Большое всем спасибо. Офаю стрим. Всем ББ. Удачи. Спасибо, пацаны. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok